здравствуйте дорогие друзья солнце светит и мы не привыкли к такому солнцу поэтому в глазах еще все темно сегодня 27 марта сейчас время 11 часов ой время час и я хочу посмотреть сегодня пчел это первый раз вчера я посмотрела облет хороший был пчел ну вот и сегодня как вы видите пчелы летают я поставила дымарь разжигаться дело в том что по моему мне придется дымарь покупать новый этот дымарь уже весь переделанный сколько то можно времени с ним работать надо всегда еще иметь про запас вот поэтому сейчас посмотрим подождем пока дымарь разогреется и начнем вот на многих ульях лежат вот такие тряпки все пишут что это грязь там пчеловоды это прополис вот тот самый знаменитый прополис который от всех болячек которые у нас есть и которые есть у пчел они специально этими тряпками сначала наносят на них прополис он делается как брезентовый и потом вот видите даже полосы как рамки были и если пчелам вдруг понадобится срочно прополис а сезона нет они всегда могут отсюда разогреть прополис и забрать поэтому если мы новые тряпки ложим которые холстики которые чистые красивые то для пчел это не есть хорошо а скорее всего это хорошо для тех хорошо для тех зрителей которые смотрят ролики пишут всякие иногда гадости и если сами не ничего не понимают то я призываю не пишите всякой ерунды вот поэтому сейчас мы этот холстик сложим и будем вместо чтобы закрыть улей вот что я еще приготовил я приготовил вставные доски вот здесь вот здесь и приготовила новые чистые холстики и пленку посмотрим откроем улей посмотрим что у нас там с пчелами сделаем уменьшим гнездо чтобы пчелам было тепло поставим вставные доски сменим холстики положим сначала пленку полиэтиленовую сложенную пополам чтобы не полностью прикрывала все гнездо ну весь улья то начинается плесень в ульях вот и посмотрим какой корм есть ли нет ли расплод смотреть особо ничего не будем потому что холодно и так будет видно холодить гнездо не будем потому что сейчас пчел немного и им и так трудно нагреть свое гнездо для расплода расплод уже я думаю что появился вот вот ну в общем все помаленьку что то у меня дымарь плохо дымит я его не вычистила наверное придется вот тут вроде вот или или Сейчас наденем сетку. И приступим. Я вам покажу только один улей. Остальное посмотрю без камеры. Не пишите мне, пожалуйста, сколько у меня ульев. Мало или много. Это мое дело. И сколько я хочу ульев держать, столько я держать и буду. Поэтому были года, когда мы много держали. Были года, когда пчел практически не оставалось. Всякое было, поэтому будет как будет. Не будем ничего предугадывать. Будем заниматься с тем, что есть. Нам этого, мне этого вполне хватает. Продолжение следует... Оператора у меня нет. Поэтому смотрим все, что умеем посмотреть. Вот посмотрите, побывали здесь мышки. Вот что наделали. Все изорвали. Наносили пакеты. Это, конечно, очень плохо для пчел. Берем вторую тряпку и накрываем. Улить, чтобы пчелы не замерзли. Вот тут лежат пакеты, которые я давала формам. Сейчас мы пакеты пока отнимем. И все рамки соберем к одной стороне. У нас вот эта сторона теплая. Посмотрим заодно. Немножко почистим. Чтобы пчелам... Пчел, конечно, мало. Но еще они... Долго их... Смотрим... Чтобы был мед. Вот здесь меда очень много. Делаем плотнее рамки друг к другу. И чистим. Этот улей, конечно, слабый. Но... Что делать? Нынче такая зимовка, что... Что угодно можно ожидать. Оставляю четыре рамки. Здесь пчелки бегают, чистят. Видимо, будет матка класть. Расплод. Так, третья рамка. Так, и четвертая. Четвертая. Все, больше не будем. Сейчас посмотрим. Может быть, здесь уже расплод есть. Чтобы нам... Нет, здесь расплода нет. Поэтому... Ставим сюда вставную доску. Соединяем, чтобы... Как можно меньше... Было расстояние. И сюда, вот этой... Около вставной доски... Первой... Первой рамкой мы ставим... Одной, конечно... Неудобно смотреть. Где-то, где-то, где-то. Можно поставить вот эту... Рамочку... С медом. Чтобы они... Брали. Соединяем. И все. Кладем мед. Если здесь меда много, значит, мы потом... Переложим... В другой. Вот так... Кладем... Пленку. И сверху... Чистой... Холстик. Все. Теперь сюда ставим подушку. Кладем... Может быть, еще сверху что-нибудь теплое положим. Так... Так... И подушку. Так... Ну вот и все. Мы убедились, что у нас здесь есть... Пчелы. Пчелы. Расплоды там, конечно, еще... Я думаю, что только начинают чистить. Сократили гнездо до четырех рамок. После вставной доски поставили медовую рамку. Потом, когда мы будем смотреть, то мы периодически можем отодвигать рамку и ставить медовую другую. Можно даже взять в других ульях, где меда много. Вот осыпалась семья у меня там. Мед есть. И все. Пока что на этом у нас все дела закончились. Сейчас мы ничего никакие... У нас днищи, у ульев, они не стандартные. Поэтому, конечно, все по-хорошему надо бы днище поменять. Но мы не меняем. Сейчас вот мы выгребли под мор. А потом, когда будет потеплее, мы уже вымоем ульи и переставим рамку. Рамки с пчелами в эти, в чистые, в сухие, в теплые ульи. Ну вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать и показать. С вами была Ольга. Канал Домик у озера Молдина. Всего вам доброго!